Давай. Николай Тарасенко добился в жизни всего, о чём мог мечтать археолог. Я сделал там открытие крупное, палеолит нашёл, стоянку нашёл, причём там даже с костями мамонта. Открытие крупное для археолога, это на всю жизнь теперь только, так сказать, пожинай плоды. В Латинской Америке, где в тот момент работал Николай Тарасенко, ему предложили выгодный контракт, но он отказался. Ему было видение. Вот как окно открылось, это прямо полоса такая. И вот я вижу кусок Донбасса, вижу скалу. А ну тихо. Что это за сердце? Вот. И то ли это голос, то ли это внутреннее что-то. Но я слышу, что возвращайся домой и строю храм на этой скале. Я возвратился и поехал. Он принял монашеский постриг и уехал строить храм. Теперь он живёт на скале. Построил маленький домик и наслаждается одиночеством. Вот эту хибару построили, но она сейчас как бы модернизирована немножко. А так тут были стены, которые ветер дул, снег залетал. Тогда же, 17 лет назад, чуть выше хижины, Николай Иванович заложил фундамент для будущего храма. Это само чудо, которое вот уже 17-й год строил. Проекта, планы и чертежей у Николая Ивановича не было. По ходу строительства появлялись новые идеи. Подходим к окнам, начинаем мыслить, как к окна делать. Подходим к аркам, говорим об арках. То есть, как бы это всё спонтанно решается. Но я думаю, не без участия, кстати, господь их сил. Храм строится на пожертвованиях. Когда они заканчиваются, строительство приостанавливается. И так, 17 лет. Николаю Ивановичу помогают местные добровольцы. Ну, бесплатно. Ну, так, я не могу на этот вопрос ответить. Ну, хочется и работаю, но от души. Инструментов у Николая Ивановича практически нет. Используют подручные средства. Диски из «Жигулей» посадили на вал. И великолепное устройство. Однажды с друзьями на пикник приехала девушка Наталья. Заинтересовалась православным отшельником. Надо же, вот человек живёт так, и он может себе позволить так жить. В наше время, когда все, как бы, по кругу бегают. Через месяц знакомства Наталья поняла, что влюбилась. Почувствовали, как бы, одно и то же. Целый год сознательно решали, вот, как это, как поступить правильно, поскольку разница в возрасте огромная. Николай старше Натальи на 30 лет. Родители Наташи были против этого брака. Ой, как ты там живёшь? Там же скучно, или чем ты там можешь заниматься, ну, целый день. Там ни телевизора, ни радио, никаких, ни электричества. Да прекрасно, замечательно. И слава Богу, что тут всего этого нет. Почему успешный археолог променял выгодный контракт с заграницей на жизнь в уединении? Он нашёл форму оправдания своего одиночества для самого себя. Когда он храм построит, туда пойдут люди. Даже просто из любопытства пойдут люди. И получится, что не он вернулся к людям, а люди пришли к нему. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок